Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Старостин Владимир Дмитриевич. Я специалист по здравлению и практик Центра Агулов. За свою многолетнюю практику я почти не встречал пациентов с идеальной шеей. Идеальной, то есть мягкой, расслабленной. Все потому, что взрослому человеку в современной жизни катастрофически не хватает движения. Посмотрите на детей. Они постоянно двигаются, играют. Но до той поры, пока им в руки, мы взрослые не дадим телефон или планшет. Из-за того, что мы часами сидим неподвижно в компьютере, наша шея напрягается, становится ватной, болезненной, затекает. И с такой каменной шеей люди могут ходить годами. И даже не подозревать, что это может привести к проблемам посерьезнее, чем просто боль в шее. Это шейный остеохондроз. А это снижение слуха, зрение, проблемы с зубами, головокружение, вплоть до дезориентации и потери сознания. А это уже очень опасно. Особенно, если вы находитесь за рулем автомобиля. В этом видео я покажу вам простые и универсальные упражнения для расслабления шеи. Работать шеей мы будем руками. Предварительно снимите с рук украшения, чтобы не травмировать ими кожу. Для начала разотрем и разогреем наши руки. Энергично потрясем ими не меньше минуты. Делаю на этом акцент. Это действительно очень важно. Желательно руки разогнуть до конца, до прямых рук. Так, поехали дальше. Первое упражнение вы можете выполнять стоя или сидя за столом, если вы находитесь в офисе. Итак, ставим руки в такое положение и медленно перемещаем влево и вправо до ощущения дискомфорта. Теперь направляем пальцы вперед и делаем то же самое движение. Аналогично пальцами вниз. Теперь делаем восьмерку. Этим упражнением мы снижаем возможную травматизацию наших рук при работе шеи. Теперь перейдем непосредственно к шее. Первым делом мы растираем шею произвольными движениями, смещая кожу. Далее мы разминаем непосредственно мышцы. Чтобы не травмировать кожу, мы согнем большой палец вот так и будем делать разминающие движения. Выглядит это примерно так. Находим болезненные жесткие мышцы и воздействуем на них щипательными движениями. Следующий комплекс упражнений. Назовем его да-да, нет-нет и ай-ай. Первое, это кивательные движения, как будто вы соглашаетесь с кем-то в разговоре. Выглядит это примерно так. Соответственно, нет-нет и ай-ай. Движения мы совершаем с минимальной амплитудой. Делаем не меньше минуты, но желательно каждый час. Если нет возможности совершать такие простые движения, мы берем в руки любую карточку и делаем простые расчесывающие движения от макушки к основанию. 20-30 расчесывающих движений будет достаточно. А для более продвинутых можно использовать скребок гуаша. Скребок располагаем обязательно под острым углом. Показываю еще раз. От макушки и к основанию. Еще мы можем размять затекшую шею, используя такое подручное средство, как ремень или пояс. Его мы просто накладываем на шею и растираем. Но без фанатизма. Если у вас длинные волосы, это не проблема. Ремень можно положить прямо на них. Это упражнение хорошо избавляет в том числе от так называемой холки. Конечно, убрать напряжение, накопленное годами, из шеи одними только упражнениями и растираниями сложно. Намного эффективнее с этим справится профессиональный массаж шеи. Важно глубокое воздействие на мышцы, воздействие на трейдерные зоны. С шеей нужно работать аккуратно, научиться чувствовать зажимы. Вживую, на своем семинаре, я смогу научить вас правильному воздействию, поставить руки, проконтролирую силу нажатия и вектор воздействия. Этот массаж может освоить любой человек, без медицинского образования. Это будет ваш хороший инструмент профилактики многих заболеваний и снятие напряжения. Ссылка на курс массаж шеи будет под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со знакомыми и будьте здоровы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok